Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, и сегодня я вам хочу показать реплей на одном, наверное, из самых сложных барабанов в игре, а именно 40.05 в камуфляже Overkill, ведь этот танк точно заслуживает такого крутого камуфляжа. И спасибо тебе, боевой таракан, за то, что ты показываешь такую крутую игру. Так, ну и смотрим, Кастилия, да? То есть мы понимаем, точнее вы должны понимать, когда вы качиваете этот танк, что он не стоит в кустах. Только разве что против каких-то тяжей, ну возможно, потому что он светится, он огромный, в него прилетают фугасы, у него необычные расходники, что тоже делает его не самым легким в том, чтобы его обкатывать новичку, например. Но расходники реально крутые. И если вы не понимаете, для чего вам нужен противоосколочный подбой на этой штуке, то я вам вообще не советую его тогда себе выкачивать. Боевой таракан катает на усиленной подаче снарядов, я точно не помню, как она называется. В общем, то, что делает КД между снарядами быстрее. Если в стандарте у него 3 секунды, то, по-моему, 2 и 1 делает вот это вот снаряжение. Вот, я катаю на калибровке прицела, потому что, возможно, неправильно использую этот танк, но 3000, чуть даже больше, у меня на нем есть среднего урона. Так, ну и смотрим, занимаем позицию не на горе, занимаем позицию от домиков. Я, кстати говоря, сюда частенько езжу на тяжелых танках, потому что вот это вот место, куда смотрит наш герой, мельница, оно простреливается, мне кажется, отовсюду. Оно простреливается вражескими СТшками, которые занимают Кастилию. Оно простреливается вражескими ПТ с двух сторон, с горы и вот чуть-чуть подальше. Там местечко тоже есть такое необычное. И вот показывается ВК-7201. Как же ему будет тут фартить, пацаны? Фарт не занимается. Смотрите, откатывается назад и прокатывая ей 40.05, решает забрать у него пол-ХП. И посмотрите, уже 1470 настреленного урона. Прошу обратить внимание, что у этой тачки 460, если я не ошибаюсь, средняя альфа. То есть у вас за один барабан, за один, 1500 практически гарантированно не попадает, ребята, он просто не попадает. И зачем ты выезжаешь, будучи в шотном состоянии на барабан? Но ты же, чувак, ты же на точно таком же танке катаешься. Неужели ты не понимаешь, что он тебя сейчас заберет? Ну, я не знаю, ребята. И 2269 уже настреленного урона, а команда, ну, абсолютно не хочет ничего делать. Команда где-то там сражается, у них какая-то там своя битва, сражение. Они против кого-то отправляются в ангар, против кого-то бьются там, не на жизнь, а на смерть, по всей видимости. А тут два наших совзводных, кстати говоря, из клана Театр. Только сейчас обратил внимание, ну, боевой тараканты я это видел. Вот, и вот этот 4005, как же он будет получать, ребят? Честное слово, плеер из клана Рус-Х2 мог бы чуть-чуть в конце, ну, немножко более грамотно отыграть. И, возможно, победа не была столь очевидной. Так, ну, тут понимаем, что 268, хоть у нас и стоит противоотколочный подбой, все-таки получать на 700-800 тоже не особо хочется. И, а что нам остается на этой штуке делать? У нас три танка вне засвета, ну, мы стоим и ждем, а нахрена нам ехать куда-то, ребят? Нас пробивают все, нас шьют все издалека, вообще как угодно. Так, ну, наш герой решает проскочить, потому что, ну, очень долго ждать, поймите, тоже мало приятного, мало хорошего для команды, потому что, ну, вы знаете, команда, команда, ла-ла-ла-ла-ла, и просто вперед куда-то. Так, ты попадешь, не стреляй, пожалуйста, нет, он все-таки стрельнул. Ребят, одно из самых главных, наверное, правил барабана, это реализация всех трех снарядов. Для его эффективности, потому что, если вы будете отдавать один из двух, из трех, не дай бог, то, представляете, какая эффективность при КД 17 секунд. Да, нужно направляться на перезарядку, потому что, если не по кому стрелять, я вам рекомендую всегда держать три стреляда в барабане. Здесь непонятно, наш герой хочет принять гриле-разрушителя, он хочет принять, я так думаю, Е50М, потому что, понимая, что они будут объезжать им просто, ну, деться некуда, они хотят забрать шотных танкеров. И вот появляется и один, и второй. Так, и вот, смотрите, ускоренная подача снарядов, 2,1 секунды КД делают. 465, ребята, даже без перка прошла Алифа, какая приятная новость. Ну и 3695 настреляно, но 1 в 4 мы остаемся. Я понимаю, что это охрененный танк, я это все прекрасно понимаю, но не забывайте, пожалуйста, что, ну, такие бои будут случаться не у каждого и не со всеми точно. Куда вот ты сейчас его пробил, ты куда его, в НЛД что ли? Посмотрите сейчас, как будут два выстрела. Просто один из какой-то полуаркадки, ну, второй, да, второй свелся уж наверняка. По нему стреляет 122, нанося урона стреляет фугасами, непонятно, куда он попадает, но 122, ребята. У нас 1437 хп, стоит хп для танка 10 уровня, как по мне, ну, маловато, реально, ну, маловато. Тут вы вспомните про тяжи, у которых от 200, от 200 говорю, от 2400 запаса прочности, а это больше, чем 200 единиц. То есть тут, как минимум, он два выстрела может выдержать тяжик по сравнению с нами. Поэтому на это, к чему я это все говорю? К тому, что нужно играть очень аккуратно. И мы видим, объект 268 где-то был тут, где-то на мельнице они шарахуются оба. И ВК 7201, и объект 268. Информации по объекту 268 нету. Ушел ли он у АФК, был ли он у АФК, но он шевелился, перемещался. ВК 7201, мы точно знаем, что он не АФК, он даже два танчика забрал, убил. Поэтому нужно, кто-то берет базу. Вопрос, он оттуда возвращается или они едут туда? Ну, кто-то явно тут будет стоять. Возможно, будет контрить на мельнице объект 268, я не знаю, смотрю первый раз. Неужели ты пробьешь так? Нет, подождал, я думаю. Ну, нет, это невозможно, просто. Но вот сейчас второй выстрел как бы тоже не совсем залетал. Ну, обычно, ребята. Но здесь круто. Мне только остается радоваться, пацаны, за небольшую такую, знаете, удачу. Так, ну и КД барабан, это приятно, да, на самом деле? Так, осколочный фугасным снарядом, два... Чего? А, я не понял. Ну, походу, разлет осколков, потому что, ну, очень было похоже на крученный снаряд. И мы тут точно знаем, пацаны, что ВК-7201 едет сюда, потому что база на какое-то время захватывалась. Потом и захват прошел. Я так думаю, он едет сюда. Ха, боже. А, Максим, а что происходит с игрой вообще? Что это? Что это? Она, выстрелы вообще такие. И что, еще раз? Если бы он сейчас справил, я бы охренел. Вот под таким углами. Не верю, чтобы зашло. Хорошо, все, мы КДшим. Мы, ну, кстати говоря, вот 737 урона. Надо дать ВК-7201. А вы знаете, что ББшка у ВКшки на 800 может прийти? Не попади, не попади. Ну, тут надо маль... Ну, вот опять, ребята, стреляют осколочно-фугасным снарядом. То есть, ваши картонные братья, будь то гриль, будь то вафли, будь то 4005, да даже в АМХ-50Б, очень часто так бывает, они, помимо того, что они картонные пробиваются с фугасом, они еще делают для нас. Для нас делают вот огромный, вы знаете, такой вот бонус дают нам. А в чем этот бонус выражается? В том, что фугасная лихорадка будет всегда и меня, и вас, и противников заставлять стрелять осколочно-фугасными снарядами. Осколочно-фугасные снаряды не будут к вас залетать. 8229 дамаг, 6 фрагов. Если бы не вот этот вот Йох, это был бы вообще один из самых результативных боев, которые я встречал в 2022 году. Вы скажете, да, он играет в нубки, да? Ну, многим мы так говорим, да-да. 11 тысяч боев, 11 тысяч боев, 8 тысяч боев, 56 процентов, ну, 48, 51, я не скажу, что, да, точно не нуб. Да, игроки не очень хорошо понимают, но наш герой, извините, пожалуйста, не Ванюф и Пенжаж, у которого, знаете, там, ну, 70 процентов. Нет, 57, ребят, 29 тысяч боев. Поэтому берите пример. 4005 я крайне рекомендую выкачивать, но только когда вы познали основной геймплей на Объекте 268. Когда вы познали геймплей, да, в принципе, барабанов сейвовых, если вы познали, то только тогда. Если, в случае, если они вам зайдут. Все, пацаны, до новых встреч, всем добра, здоровья родным и близким. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok